Наш Бог, Он Бог возможностей. И Ему все, скажи, все возможно нашему Богу. Вы знаете, здесь люди есть, которые получили освобождение от наркотиков в одно мгновение. Это произошло в одно мгновение. Но это не значит, что они не вынашивали Его, это освобождение. Правда. Потому что есть люди, которые получили работу. И я вам хочу сказать, и это не значит, что эта работа сразу пришла им с неба. Они вынашивали ее, и они родили ее. Правда. Вы знаете, самое интересное то, что я хочу сегодня прочитать одно замечательное местописание. Скоро Рождество, правда. Праздник. Самый лучший праздник, который может быть у нас два раза. У нас два раза. И 25-го, и 7-го мы празднуем Рождество. Я благодарен Богу, что у нас... Да я всю жизнь буду праздновать его. В любой день. И не имеет значения дни, кто-то исчисляет эти дни, кто-то не исчисляет дни для Господа. Но самое интересное то, что Бог хочет нам показать. Через это Рождество родился нам Сын. Но если я не принял Его, не принял Его в сердце, не принял в свою жизнь и не начал менять свою жизнь согласно того, что Он учит, я не выносил то, что Он дал мне. Давайте прочтем. Луки. Евангелие от Луки. Я люблю в Луки. Знаете почему? У врачей есть такая способность. И у будущих врачей, и у настоящих врачей. Они последовательно все рассказывают. Анамнез жизни собирают, анамнез болезни и анамнез смерти. Почему, от чего? Почему Он умер? И вы знаете, самое интересное то, что вот здесь есть собрано все. От начала до конца. И мне нравится, как произошло чудо зачатия. Смотрите. Мне нравится 1 глава, 26 стих. В шестой месяц был послан ангел Гавриила Бога в город Галилейский, называем Назарет. Вы знаете, почему благая весть? Потому что эта новость хорошая. Скажи своему соседу, у тебя сейчас будет хорошая новость. Тебе родится Спаситель. Для тебя родится Спаситель. Есть хорошая новость. Слушай внимательно. Но мне понравилось, сестры сегодня две беременные заходили вместе. По очереди. И они то ли сговорились, то ли чего. И заходят так. И сначала заходит вот эта часть, которая вот здесь вот. И это, знаете, я люблю беременных. Они особенные. Но я вам хочу сказать, беременный рождает подобного себе. Чем ты сегодня беременен, ты будешь рожать именно то, что ты являешься на самом деле. Вы знаете, мой сын похож на меня. Моя дочка похожа на меня. Она не похожа на соседа, на кого-то. Я родил его. Не, я не вынашивал, конечно. Но я участвовал в этом всем. И самое интересное, мои внуки похожи на меня. По какой причине? Потому что Бог так предусмотрел. То, что ты рожаешь, похоже будет на тебя. Послушай внимательно. Какое ты дело делаешь, оно будет похоже на тебя. Если твоя жизнь вот такой кавардак, ты родишь, поэтому для этого приходит Бог в нашу жизнь, чтобы прийти в порядок, привести нашу жизнь в порядок. Вы знаете, я знаю, что Иисус, Он пришел в эту жизнь не тогда, когда это было возможно или невозможно, и не в ту семью, в которая могла Его принять. Не в царскую, не в богатую. Он пришел в простую семью. Наш Бог. Не выбирает классных. Супер классных. Супер хороших. И там интересное слово, которое было сказано ангелом. Смотрите. К деве, обрученной мужа именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней и сказал, радуйся благодатно, Господь с тобой. Вау. Я не понимаю этого. Господь со мной. Я не чувствую Его в своей жизни. Где Он? Кто-то из вас в таком состоянии был, когда вас приветствуют, но вам непонятно, почему так. Вы понимаете, что ваша жизнь, ну, не совсем Божья. Не совсем Господь со мной. Для того, чтобы Господь был со мной, мне надо, чтобы это было доказано в поступках и в делах. И знаете, что ангел говорит? Господь с тобой, ты зачнешь и родишь, еще больше проблем будет. Женщины поняли, улыбнулись. Правда? Потому что у нее даже и мужа нет. Вы знаете, Бог, Он чудный и дивный во всех отношениях. Он создает эту проблему для того, чтобы ты вынашивал ее. Но это твое спасение. Но это не проблема, это твое благословение. Если Он сказал это благословение, вы знаете, когда Он дает какое-то тебе дело, служение или еще что-то, оно всегда будет твоим спасением. Слушай внимательно. Дело, которое ты делаешь, это твое спасение. Служение, которое ты несешь, это твое спасение. И это Бог доверил тебе, чтобы ты мог вынашивать его. Послушай внимательно. Ребенок, которого носит женщина, она носит под сердцем, седает ее зубы, волосы, меняет вкусовые рецепторы, меняет ее образ жизни, восприятие. Мужики, вы должны это понять. И они вообще стараются, и мы видим совсем по-другому. Вы понимаете, женщины, да? Этими духами не пользуйся. Я не могу это терпеть. Как только она забеременела, все. У нее даже все меняется. Почему? Потому что она не одна. Ей уже не ей не нравится, а что-то не нравится тому, что она вынашивает. И она не понимает этого. И почему? Потому что некоторые женщины, вы знаете, они не просто хотят кушать чего-то особенного. Просто плод требует именно этого. для твоего строения, для твоего строительства. Скажи аминь. Послушай внимательно. Бог посылает своего ангела и говорит, слушай, ты заслужила благословение. Понимаешь меня? Ты заслужила благословение. Ты скоро будешь такая благословенная, но перед этим тебе надо выносить. Что-то выносить в своем чреве. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать. Мне нравится это слово благодать. Если ты не принимаешь, ты не обрел благодать. Тебе надо принять это. Перестроить свою жизнь. Изменить все. В своей семье, в своем доме. Потому что у нее жизнь в корне изменилась. Вы знаете это? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Если ты думаешь, что благодать дана, и ты ничего не меняешь. О, вы глубоко ошибаетесь. Благодать дана нам, чтобы все изменилось вокруг нас. Все изменится. Скажи, все изменится. Смотри, народ, который был беременен 40 лет, это Израиль. Я говорю о народе. Я говорю о целой нации, которая беременна была 40 лет. Пока не родятся мужи сильные. Пока не родятся нация побеждающая. Спасение не на небе нужно. Слушай внимательно. Я не на небе говорю о спасении. Я говорю о спасении, которое я вынашу здесь. Я на небо не понесу свою работу, должность, деньги, дом. Я должен ее здесь иметь. И я должен вынашивать ее здесь. Но если я не буду побеждать, если я не буду это брать, и если это не будет служить во мне, я не смогу достигнуть этого. Некоторым надо научиться побеждать. И вы знаете, почему я наступаю на одни и те же грабли, кто-то говорит. Почему у меня одна и та же проблема. Почему я сталкиваюсь с одним и тем же. Вы знаете, есть люди, которые бегут от своих проблем. Кто-то в алкоголь, кто-то на наркотики, кто-то в компьютер, кто-то еще куда-то, кто-то в телефон, кто-то домой, знаете. Ой, я дома отдыхаю. Не трогайте меня, я сплю. На служение. А, кто-то еще где-то в теплую постель. Мы бежим от проблем вместо того, чтобы сражаться. Скажи им, моя брань. Не против. Не против крови и плоти, но против духов. Здесь есть, обитают духи. И мы находимся в том, что мы должны их побеждать. Побеждать мои желания, мои чувства. Потому что мои желания, которые были превратные и неправильные, они ведут в неправильное снова положение. Вы знаете, куда Израиль хотел и куда он смотрел? В Египет обратно. Правда? 40 лет они смотрели в Египет, пока не умер самый последний. А то поколение, которое не помнило уже, они были воинами. Мы эту землю возьмем, если Бог будет с нами. Если Его благодать будет с нами. Мы будем победителями, если благодать Его будет с нами. Его благодать будет с нами, если мы будем победителями. Смотри внимательно Благодать это не когда ты сидишь, а на тебя падает А когда ты идешь и делаешь А все остальное происходит Знаешь, есть глаза боятся, а руки Вот такая пословица бывает, мы не знаем А руки делают Но я не к тому, я говорю о Петре Смотрите внимательно Глаза боятся, а ноги идут Это чудо Божье, когда ты можешь верой двигаться В той благодати, которую Бог тебе дал Смотри внимательно И сказал, не бойся, Мария Вот это я должен побороть в своей жизни Первое, то что я должен побороть Это страх Страх перед тем, что Бог говорит в мою жизнь Знаешь, что тебе говорит дьявол? Ты неудачник Ты закончишь как неудачник Посмотри на своих родителей, родных и близких Вот они неудачники Ты не вырвешься Есть такие твердолобы, знаете Бог делает нас твердыми, как камень Твердолобами Ты будешь как медный Медная как стена, да? Против них Он делает тебя твердым, чтобы Ты не был похожим на всех окружающих И с тобой будет благодать Не бойся Ибо ты обрела благодать Посмотрите внимательно Благодать на то дело, которое ты делаешь На то, что ты будешь принимать от Бога На то, что ты будешь вынашивать И вы знаете, самое интересное У Марии Все было для того, чтобы она выносила Слушай внимательно еще раз я скажу У нее не было дома Квартиры У него не было обеспечения Но Бог предусмотрел Что у нее все есть Некоторые сегодня не заводят детей Только потому, что у них ничего нет Надо же обеспечить детей Знаете, есть процесс Я иду И делаю А Бог благоволит мне Когда Бог говорит в мою жизнь Я должен исполнять Я должен выполнять Есть благословение Божие, которое Исполняется Послушай внимательно Послушайте, братья и сестры Если я обрел благодать То что я буду делать? Оно будет уже Благословение С Богом Что я буду делать? Оно будет успешно И вот зачнешь В очреве И родишь сына И назовут имя Иисус Сама сделаешь это Сама достигнешь Сама пройдешь этот путь Слушай внимательно Она была сама Еще раз скажу Дух Святой Сошел на нее Бог был с ней Кто из вас чувствует Сейчас Бога? Он рядом Возле вас Вы пойдете на работу Вы будете заниматься Своими делами Своими Мыслями И Бог будет с вами Но я вам хочу сказать Вы сами Это делаете Она была сама Зачнешь В единственном числе Сама Слушай внимательно Тебе и мужик не нужен Ну Бог Предусмотрел Что и был у нее муж Да? Все предусмотрено Я хочу Чтоб ты понял меня Если ты делаешь И ты зачал От Бога То все остальное Оно приложит Даже муж Это сестрам Вы поняли? Да? Если ты делаешь Что-то для Бога Бог тебя и Мужем благословит Хорошо Я ушел от темы Смотрите Он будет великий Назовется Сыном Всевышнего Даст ему Господь Бог Престол Давида Отца его И будет царствовать Над домом Иакова Вовеки И царству его Не будет конца Я хочу Чтоб вы видели Мария Вынашивала его Девять месяцев И тридцать три года Смотрела и наблюдала Я хочу Чтоб ты услышал И она верила До конца Своей смерти То что ты делаешь В самом начале Оно послужит тебе И в самом конце Некоторые Начавшие Дело Они не видят В этом смысла Он будет великим И наречется Сыном Всевышним И спасет весь мир И будет И будет Для тебя Богом И Вы помните Ладно Давайте прочтем И будет царствовать Над домом Иакова Вовеки И царствую Не будет конца Мария же сказала Как будет этого Когда и мужа У меня нету Где обеспечение Мне надо Обеспечение Мне надо Обеспечение Он говорит Тебе не надо Обеспечение Тебе не надо Денег Чтоб начинать Служение Тебе не надо Думать о том Тебе нужен Что Дух Святой Скажи Сила Всевышнего. Дух Святой нужен. Вы знаете, как церковь начиналась? Не от денег начинается церковь. В деянии апостолов церковь начиналась как? Дух Святой сходит на церковь в 2 главе. И с того момента начинается пробуждение. Скажи, мне нужен только Дух Святой, мне достаточно. Мне надо только Дух Святой, а все остальное придет. Придет в мою жизнь. Оно притягивает, потому что Дух Святой это сила. Скажи, аминь. Мне нужен только Дух Святой. Мария же сказала ангелу, как будет? Как это будет? Мне надо обеспечение. на мое видение, на мое откровение, на мое понимание. Кто из вас начинал с нуля? Поднимите руку. Вы блаженны. кто-то вообще в минусе был. Кто-то в полном минусе был. И они начинали заново. Но Бог, послушайте внимательно, Он в процессе, Он на свой дух, Он дает и обеспечение. Почему? Потому что когда Бог приходит в твою жизнь, Он уже все, Он является всем для тебя. Достаточно. Больше, чем. Я молился, я молюсь все время. Такой молитвой я прошу, Господи, только Ты будь со мной. Мне все равно, что вокруг меня будет происходить. Только Твое присутствие. Если Твое присутствие будет в моей жизни, все остальное не важно. Я могу выжить где угодно. Куда бы ты меня не послал. Не, лучше ходить туда, куда Он посылает, конечно. Потому что, когда я иду сам, что происходит? Блуждание. Ангел сказал в ответ, Дух Святой, достаточно. для тебя. Найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое, Святое назовется Сыном Божьим. Поэтому ты будешь знать, что это не от тебя, не от твоих усилий, потому что ты был ничем, ты был никем, и у тебя было ничто, но ты приобрел это от Господа. Вы знаете, есть люди, которые достигли чего-то, и они говорят, вот я такой крутой, я одного алкоголика встретил, и он, да я сам бросил, в церковь пришел, помолились за него, а он освобождение получил. я сам такой крутой, у меня сила воли есть. Я говорю, что ты без силы воли Божьей? Ты пустое место. И вы знаете, через некоторое время он начал жить своей жизнью, и начал заниматься тем же. мы знаем таких сильных волей. Есть люди, которые начинают, и начинают гордиться, то, что они достигли, они такие шикарные, они такие же крутые. Когда ты осознаешь, что этот Дух Святой дал тебе, что ты родил от Духа Святого, ты никогда не скажешь, что это я, и моя рука это соделала. Помните, кто это сказал? Наука Доносор, да, царь. Он превратился потом в животное. Вместо того, чтобы воздать славу Богу, который благословил его и дал ему все. Вы знаете, некоторые не понимают и не осознают, что Божья рука тебя ведет и направляет, по жизни. И тебе достаточно Духа Святого. Хватит с тебя Духа Святого. Скажи, хватит. У тебя больше, чем достаточно. Довольность тебя, благодатью моей. Помните, Павлу сказали? Я раньше не понимал этого. Ты можешь строить там, где никто не строит, Павел. Ты можешь делать там, где никто не делал, потому что я с тобой, потому что Дух Святой, Он с тобой, сила Всевышнего с тобой, и тебе нечего переживать, сражаться с этим дьяволом, который жалоба плоти даже имеешь. Почему? Потому что больше, чем достаточно с тобой. Мария зачала и родила. Но послушайте, какое у нее борение было и какое принятие надо иметь, чтобы понять и осознать, что тебе ничего не надо. даже мужа. Я говорю об обеспечении только. Оно придет, но ты должен принять без мужа. Вы понимаете меня? Кто из вас понял? Аллилуйя! Мне ничего не нужно. Мне нужен. И послушай внимательно, если Дух Святой будет с тобой, Бог будет с тобой, сила Всевышнего будет с тобой, то что тебе страшно? Когда она была беременна, она была бесстрашная женщина. Она пришла к Елизавете. Я хочу рассказать вам эту историю. Она пришла к Елизавете. Елизавета была беременна от мужа. У нее было обеспечение. У нее было все. Но Бог так решил. А это ничего не имеет. Послушайте, моложе Елизаветы на сколько? На много. Очень много. Вы знаете, я даже не в возрасте говорю. Не о возрасте. Послушайте, Богу безразличен твой возраст. Елизавета разделала во сколько? Ну, почти 60 там было. Около 60. А Мария родила, ну, кто-то говорит, ей 15 лет было. Когда 17 или 15. Послушайте, но то, что Бог производит, говорит, меня и возраст не интересует. Меня и возраст не интересует. Просто чем больше мы и старше, тем нам понятнее, что надо обеспечение. Чем моложе, тем мы больше понимаем, что... Так что, держи, что имеешь. Ты молодой. Если ты пожилой, то надо просить молодости вот здесь чуть-чуть. чтобы Дух Святой пришел в твою жизнь, наполнил тебя, и чтобы сила Всевышнего, чтобы начать новое дело, которое тебе не под силу. Скажи, не под силу. Мне нравится. Дальше. Встречается она с Елизаветой. Давайте прочтем это. Я заканчиваю. Все. Смотрите, потому что уже надо. Можно, Наташа? Хорошо, спасибо. И сказала Мария, 46 стих, Величит душа моя, Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне... Смотрите, она говорит правду, она смиренная, она в смирении приняла то служение, которое она должна понести, то откровение, которое она должна понести. Он увидел смирение мое, что я послушна ему, и мне не надо обеспечения даже. Я готова идти, было просто так. Я готова идти по воде. Я готова делать необычные вещи. В необычной обстановке. Это религиозная обстановка. Ее побили, могли побить камнями. Послушай внимательно. Не имеет значения, людям надо условия тепличные, и еще кто-то. Я вам хочу сказать, Бог пришел не в тепличные условия. Он спасение приносит не тепличным людям. Он дает благословение тем, которые нуждаются в нем, которые готовы принять его. она зачала, и она говорит, я смиренна. Что такое смирение? Это послушание Богу. Послушание в тех обстоятельствах. Послушание, когда тебе не хочется, когда ты не можешь, когда ты видишь, что все против тебя. Что сегодня против вас? Противостань ему твердой верой. Начни сражаться. И я вам хочу сказать, ты встретишь, я не говорю, что ты не встретишь трудности. Трудности будут. Правда? Кто знает это? Трудности будут. Потому что, чтобы выйти из этой религиозности, тебе надо религиозности, это то, в чем ты был воспитан, а не то, что тебе дал Бог. Самарянка. А у нее своя религия была. Вы знаете, она поклонялась на горе, мечтала об 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 обеспечителе. Тот, который может ее позаботиться. И шесть у нее и было. Не могли. Иисус приходит в ее жизнь, и Он открывает ей. Начни поклоняться. Потому что, когда ты начнешь поклоняться, войдет Дух Святой в твою жизнь. Он начнет открывать тебе правду. Поклонение это то, что открывает Бога в твоей жизни. Что делает Мария? Смиряется. Она поклоняется Богу. Смирение и поклонение делает тебя способным принимать от Бога. Вы знаете, что такое поклонение настоящее? Это не значит, что ты выходишь в религиозные сослужения. А поклонение это когда ты готов выполнять то, что Он тебе сказал. Исполнять Его волю. Что вы называете меня Господи, Господи, а дел моих не делаете? А то, что я говорю, вы не поступаете так. Он желает, чтобы мы поступали, потому что это не есть религия, это вера. Она влечет нас. И Он говорит о Духе Святом. Смотри внимательно. Когда она пришла, она говорит, я смирилась, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, святое имя Его, и милость Его в роды родов, к боящимся Его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениям сердца их, низложил сильных с престолов, вознес смиренных. Кто смирен? Как тот послушный, который говорит, да будет мне по слову Твоему. Голодных исполнил благ, а богатых отпустил нищего. Знаешь, почему? Они обеспечены, у них все есть, у них, а Он отпустил их. Они не нуждаются, а кого? Жаждущие, иди и пей, желающие, пусть берет воду жизни даром. Воспринял Израиля отрока своего, вспомнил милость, как говорил отцам нашим к Аврааму семени Его до века. И вы знаете, самое интересное, я хочу, чтобы услышали, Мария до сих пор вынашила. Знаете, для кого она выносила? Спасение для Израиля. о, мы спасены верой, принимая по благодати Божьей, когда мы принимаем Иисуса Христа. Нам открыто это, но она еще вынашивает. Она стояла возле Христа, и она не понимала, как это так. Вера, она и говорит по смерти твоей. И даже когда тебя не станет, будет сильна. Потому что Авраам, когда умирал, у него был один ребенок. Правда? Но в чреве были народы. Где же эти народы Авраам? О, подожди. Ты не доживешь до того. Ты не выдержишь столько. Я буду жить вечно. Царем навеки Он поставил его. И вы знаете, самое интересное, Бог открывается сегодня. То, что мы делаем, оно должно быть навеки. Если я расту, если я умножаю что-то, оно должно быть навека. Поэтому мы собираем Елизавета, которая встретила ее. Она родила Яну, исполненного Духа, который взыграл в чреве при встрече Марии. Она тоже приняла потаилась. Ей было стыдно. Хоть и обеспечена, и муж есть, Марии приходилось справиться. Вы понимаете, о чем я говорю? Некоторые люди от стыда это делают. отстыдно. Но если ты принял от Бога, то живи с радостью, начиная радоваться, как Мария. О, я еще не... Я только вынашиваю, но на пути у меня уже столько радости. вы знаете, вы не поймете меня. Кто из вас имел детей, из взрослых, когда вы ушко к животику прикладывали, или руку мамы, когда он бьется. Мама, хоть и больно, мужикам не больно. В основном такое. мая. Правда? И тебе радостно, а его еще нет. Ты не знаешь, это мальчик или девочка. Но когда-то так не знали, сейчас у него все знают. Ты не знаешь, кто там такой, но ты уже радостный. Ты в пред ушей. того, что ты будешь вносить на руках. Некоторые мамы уже одежду покупают. Они готовятся. Но послушайте, они уже радуют им, радуют свою жизнь тем, что они не наши. Но почему мне не порадоваться о том, что я верю? Понимаешь, кто из вас понимает? Я еще не получил это. Ну почему на звезды не посмотреть? Песок не посчитать? Почему бы мне не порадоваться вместе с Господом о том, что Он говорит в мою жизнь? Вы знаете, поэтому написано, Павел говорит, радуйтесь. скажи своему соседу радуйся. Радуйся. Потому что Царство Божие это первая праведность. Мир и радость в Духе Святой. И мне только Дух Святой нужен. Правда? Если Дух Святой со дно, все остальное произойдет. Я обрел благодать у Бога. Скажи это, я обрел благодать у Бога. Поэтому давайте откроем. Я заканчиваю. Сейчас будем молиться. О, мы будем молиться именно об этом. Нет, не отец. отец. Я так так говорю. Иисус говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Вы знаете, когда женщина, она приблизительно знает, когда рожать. Ты еще не родила, да? Задает мужу. они не знают, когда рожать. Ну, высчитывает там, ну, приблизительно так, две-три недели, а на два дня, три дня. Ну, невозможно подсчитать сроков. Правда? Кто из вас знает, это нормально? Да, хорошо. Но вы примите силу. А, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил своей власти. есть момент и время, когда это произойдет. Наша задача что? Вынашивать, носить. И там дальше написано. Но вы примите силу. Скажи своему соседу, ты примешь силу, когда сойдет на тебя Дух Святой? Ты примешь силу, ты обретешь с благодатью Бога, когда сойдет на тебя Бог Святой? Ученики думают, что они сразу родят церковь. Ее надо вынашивать. Вы знаете, не в Иерусалиме родилась еще церковь. Мы понимаем, что в Иерусалиме, да, аллилуйя, думаем так. Но в Иерусалиме нету такой церкви, которая была. Она в процессе. Вы знаете, что еще до сих пор этот процесс продолжается? Вынашиваем и мы вынашиваем до сих пор это. Вы видели похожие церкви? В какую бы ты церковь ни пришел, в какое ты служение, собрание, семью, церковь, не пришел. Они разные. До синагоги разные тоже. Но мы вынашиваем ту единую большую, великую невесту Иисуса Христа. И это мы верой. Скажи, верой. Слушай внимательно. Поэтому когда ты примешь силу, ты будешь меня свидеть, ты будешь вынашивать, продолжать мое дело, действовать в том же духе, жить тем же. И вы знаете, самое интересное, поэтому мы похожи на Иисуса. Иисуса. не были злые, стали мы изменились согласно того, что мы вынашиваем даже. я говорю уже о служении, и она меняет нас, потому что Дух Святой меняет все. И заканчиваем. Сейчас давайте встанем. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, даже до края земли. Будьте мне свидетелями. Будете мне свидетелями. Почему я об этом говорю? Потому что когда зашли сегодня сестры беременны, ну, сначала зашел живот. Вы понимаете, он на заход уже. Что-то идет впереди. Что-то идет впереди. Правда? И уже не я живу, но живущий во мне. И уже не ради себя даже живу, а ради того, что вы нашего и я. Поэтому нам надо правильно в наш вносить принять от Бога что верно, откровение, нанесить. Будешь мне свидетелем. Особая благодать. Тебе место будет в транспорте уступать. И не всегда, да? Ну, если вот так вот сделаешь и положишь на плечи, то уступать. если может скрывать некоторые пытаются своим, благодать все равно есть. Вы понимаете? Своими силами все равно благодать Богу. скажем благодать Бог желает, чтобы мы начали производить работать над собой. И это тяжело, но я радуюсь процессом. Жизнь вообще такая, что если я живу, то у меня что-то болит и я на это не обращаю внимания, потому что мне нужно думать о другом. Понимаете, о чем я это говорю? Некоторым надо перестать зацикливаться на себе, а начать думать. Скажи, о горнем помышляйте, а не о земном. Я хочу помышлять об этом, но как же это сделать? мне нужен Дух Святой, мне нужна благодать от Бога. Я задам вопрос один. Кто из вас беремен сегодня? Я не говорю физически. Кому нужен Дух Святой? Поднимите руку. Мы сейчас будем поклоняться, молиться. мы сейчас будем что-то делать, и Дух Святой придет в вашу жизнь, наполнит вас. Вы будете ощущать присутствие Божие, зримое присутствие. Вы как Мария будете свидетельств в Елисавете. Кому-то расскажете о своих чудесах. Бог дивное сотворил мне. Бог классный в моей жизни. Она стала свидетелем, правда? чудес Божьих, потому что Дух Святой был с ней. Я вам хочу сказать, что сегодня нужно некоторым войти в это присутствие. Продолжайте играть. Мне не надо, чтобы останавливались. Продолжайте играть. Хорошо? Аллилуйя. Жаждущий, пусть приходит.